поставьте пожалуйста как меня слышно может быть мне нужно немножко прибавить звук может быть убавить чтоб не поняла вот хорошо спасибо и тогда приступаем приступаем еще у меня буквально один вопрос для начала кто меня знает и кто слышал ли об практике экстрасенсорный рисунок то есть поставьте плюсики кто не слышал ну поставьте минусы для того чтобы по альфия слышала надо же хорошо еще кто-нибудь слышал вот только не слышала хорошо тоже хорошо почему я это спрашиваю потому что понимаете вот словосочетание экстрасенсорный рисунок уже вызывает некое сомнение вот лена слышала вот а словосочетание вот смотрите что у меня написано омоложение методом экстрасенсорный рисунок это совсем но очень сложно воспринимается наверняка но тем не менее моя задача вам показать эту практику необычную очень и чтобы вы сами на практике приготовьте пожалуйста бумагу побольше там не знаю 10 листочков 5 листочков карандаш или ручку потому что вы будете практиковаться вы это сегодня проверите сами на своих так сказать на себе вот почему потому что вот главная задача моя на сегодня с одной стороны познакомить с вас с этой практикой практика на самом деле универсальная буквально сразу скажу что все энергетические медитативные так сказать парапсихологические какие-то практики которые существуют все те задачи которые мы можно решается с помощью тех практик можно решать с помощью и нашей практики с помощью методом рисунка причем рисунок это не такой как рисунок знаете там вот у настоящего художника по большому счету это схемы то есть по большому счету это ощущение то есть мы будем с вами водить линии рисовать пятна отвечая на вопросы то есть не нужно быть художником чтобы видеть методом рисунка отвечать на вопросы и не нужно быть художником чтобы методом рисунка воздействия а мы с вами все и будем это делать на примере темы вот молодость красота. На примере устранения морщин, вот эта практика будет, и устранение боли. Ну, у кого морщин, то есть у кого боль, там, ему пока нет морщин, значит, устранение боли. У меня сегодня запланировано три блока, которые я вам хочу донести, чтобы вы поняли. Это первая, это практика значит, устранения морщин и устранения боли. Второй блок, это энергия молодости, то есть, вот энергетическая часть работы с помощью рисунка. А третья часть, это вот как раз отключаем старость. То есть, как оказалось, что ученые доказали, что старость это программа, которая включается каким-то образом. И организм ей и следует. И что можно жить практически не дряхлее, практически оставаясь дееспособным, то есть и дольше жить, и вот нужно только вовремя отключать старость. Вот об этом я тоже вам сегодня расскажу. Вы, пожалуйста, задавайте мне вопросы, которые будут по ходу. Я по ходу буду на них отвечать. Если они будут совсем не по теме, я в конце отвечу, чтобы не повествование, так сказать, не... Ну, буквально кратко вступительное слово перед тем, чтобы к практике перейти. Вот сразу вам зачитаю от Виктории отзыв. Она у меня училась, где-то освоила базовый курс, и... Ева тоже меня знает, да, вот ключик стоит. Или она говорит, что хорошо. Вперед. Значит, она училась... Да, главное запись будет, да. И это всегда хорошо, потому что иногда полезно вернуться назад. Вот Виктория у меня закончила базовый уровень вот этой практики, потом полгода работала с собой, потом написала этот шикарный отзыв, из которого я чуть-чуть привяжу, вам делюсь. У меня появилось потрясающее количество жизненной и рабочей сексуальной энергии. Я похудела с 48 до 46, кожа лица помолодела, никто не дает 39 лет, муж не нарадуется, успех у мужчин, успех в карьере, она стала третье лицо в фирме. И вот к теме нашего занятия, что она и похудела, и помолодела, она еще убрала шрамы после операции за две недели. И такой мне потрясающий отзыв написала. Ну, о себе я уже сказала, Ирина, я еще скажу, что я вот до 50 лет вообще никакой эзотерикой не занимался, вообще ничего не читал на эту тему, был абсолютный прагматик, абсолютный материалист, абсолютный этот, закончил я Бауманский, инженер по образованию, но потом так жизнь повернулась, и вот уже 8 лет занимаюсь практикой, стал уже экстрасенсом, прошел испытания и в Российской Ассоциации нетрадиционной медицины на целительских способностях, и сходил даже к самому Михаилу Викторовичу Виноградову, у него протестировался и поучаствовал в битве экстрасенсов, и два года работал в Центре психологической помощи, и вот большое желание делиться тем необычным делом, которым я занимаюсь, привело к тому, что я написал вот три книжки, значит, записал несколько роликов разных и вот веду семинары. Вот краткая история. Вот сейчас фотография как раз битвы экстрасенсов. Значит, понимаете, вот этот рисунок, экстрасенсорный рисунок, он позволяет отвечать на вопросы и вот битву экстрасенсов я проходил кастинг, проходил первое испытание, тоже отвечая на вопросы методом рисунка. Меня, например, спрашивали там, что вы можете сказать об этой, об этом человеке, показывая фотографии. Первое, что я рисовал, вел линии, вот вы сегодня будете вести линии, здесь вот у меня доска, потом я вам буду тоже показывать, жив человек или не жив. У меня показалось мертвое, не жив. Потом я, как она погибла, там допустим, болезнь, там у меня получилась авария, там авария, ездила машина. То есть я, вот эта практика, она позволяет отвечать на вопросы, видеть методом рисунка, видеть рисунком вот этих ощущений, интуитивный рисунок. и в этом ее большая заслуга этой практики, особенность, потому что для того, чтобы видеть, например, вот как ясновидящие, надо как-то развить это ясновидение. У кого-то оно бывает раньше, у кого-то позже, у кого-то совсем не бывает. А здесь вы сегодня научитесь отвечать на некоторые вопросы карандашом, задавая их. И вот этот у меня испытание багажник, я почему его еще эту фотку, так сказать, образно говоря, люблю, потому что надо доверять себе. Когда я зашел в этот ангар, где стояло 30 машин, и где нужно было определить, в какой машине, в каком багажнике человек, у меня взор прямо уперся на красный москвич, который стоял в последней в левом ряду от входа. И с просевшим багажником. То есть, понимаете, вот куча машин красивые, перламутровые, там, иномарки, там, микроавтобусы и так далее. Я увидел этот москвич. То есть, и меня, понимаете, видимо, какая-то интуитивная ситуация направила мой взгляд. Я к нему не пошел, я просмеялся над собой и ушел в сторону. Стал своим методом искать. Методом искал несколько раз, в общем, ошибся. А оказалось, что потом, что человек был рядом с этой машиной, с другой машиной. Поэтому нужно доверять своим первым ощущениям. Причем в этом я тоже неоднократно на своем жизненном опыте убедился и в книжках кое-какие вот такие парадоксальные истории описываю, потому что иногда вот так вот ляпнешь, не подумавши, вроде пошутил, а потом это потом это выходит нам боком, так скажем. Вот и автоматическое письмо. Значит, я почти 6 лет, ну, наверное, 6, а может быть, уже и 6,5, трудно сказать, веду эзотерический блок, живой журнал Александр Странник. И там у меня уже более 1300 разных статей. И вот, кто, например, захочет покопаться, они поймут, что я 4 года эту практику называл автоматическое письмо, этот метод. Так мне мой учитель его назвал, так и я называл. И сейчас я его переименовал в другое, в экстрасенсорный рисунок. Почему? Потому что классическое автоматическое письмо, как оно в интернете и в литературе освещается, это в трансовом состоянии человек что-то рукой самой зарисовывает, она у него пишет, а потом расшифрует, то есть, ну, с духами таким образом контактирует. У нас не так. Мы задаем вопросы. Вот сегодня вы будете задавать вопросы, есть ли боль у вас, да, как бы, болит ли, например, голова, болит ли спина, есть ли это пятно боли, и интуитивно будете это пятно боли рисовать. Будете задавать вопрос морщины, то есть, есть ли помехи, которые приводят к морщинам, и будете эту морщину рисовать, потом на нее будете воздействовать, на эти нарисованные Пометки. Будете их растаскивать. Потом будете задавать вопросы, когда начнется проверка вашей работы. Насколько вы отработали сегодня, ну, изменили, допустим, там, улучшили свое лицо, например, будете вести линию. У вас, например, остановится на половине, то есть 50%. То есть вот вы таким образом будете снимать пометки. И практика, она действительно универсальная и дает возможность ответить на очень многие вопросы, в том числе и на совсем парадоксальные. То есть если негативы, допустим, да, если зависимость, там, например, алкогольная, если никотиновая зависимость, если пищевая зависимость, там, допустим, у вас или там у объекта, у вашего знакомого и так далее. Есть ли помехи между людьми? Насколько они велики, эти помехи, да? Есть ли препятствия, например, в трудоустройстве? Вот. А самое-то интересное, когда вы препятствия обнаружили методом вот такого экстрасенсорного рисунка, методом интуитивного рисунка, раз она обнаружена, если мы видим этого черта, надо его прогонять. Чем прогонять? Ну, тоже там. Ну, чем видите, тем и прогоняйте, да, что есть под руками. То есть на самом деле у нас есть техники. Вот в базовый курс входит больше 20 техник. Воздействие на эти обнаруженные помехи, часть техник вы сегодня тоже увидите. Я вот тут краем чуть-чуть о Наталье Бехтеревой, потому что когда она посетила Вангу, она все-таки академик, директор института мозга была, нейрофизиолог, она совершенно точно написала, что мысль существует отдельно от мозга, что мозг, может считывать ее из окружающего пространства. Для 90-х годов прошлого века, конечно, это было потрясающее признание ученого. Не просто там какого-то там священника или, допустим, там какого-то, так сказать, экстрасенса и так далее. На них бы никто внимания не обратил. Мало ли, что они говорят. А ученый с мировым именем сказал, что мозг может считывать информацию из окружающего пространства. Это было сильно для своего времени. Но мы, конечно, сейчас уже с вами нас этим не удивишь. Особенно не удивишь ту группу, которая сегодня здесь собралась. И вы наверняка знаете разные методы, которыми мозг может влиять на окружающее пространство, может воздействовать на окружающее пространство. Я буду переходить к следующему слайду. А вы пока напишите, какими методами необычными наш мозг с вами может влиять на окружающее пространство. Жду вас от ваших, ваших. А я пока уберу, подготовлю вот эту доску. Это, кстати, логотип нашей практики. Значит, ручка, спираль, значит, а-ля спираль Фибоначчи, которая на звездном небе устраняет помехи. Вот. И подправляет нашу судьбу в ту сторону, которую в желательную нам сторону. Вот сейчас я уже открыл доску, на которой буду фломастерами рисовать. И вы когда... А что-то никто... Никто не знает методов влияния на окружающее пространство? Или такие ленивые сегодня собрались? Давайте, не ленитесь, сейчас рисовать будете. Так. Значит, что мы можем делать на самом деле? Или у нас чат не работает? Ни одной записи. А, визуализация. Ну, хорошо. Намерение. Ага, хорошо. Ну, вот помысленно, да. Хорошо, молодцы. Еще какие есть варианты? Вот. Один из методов – рисунок. То есть, рисунок как метод воздействия, как метод влияния. Вы сегодня его сами посмотрите. Причем, вот мы что можем, собственно, рисовать на самом деле? Вот мы можем рисовать с вами, например, боль. Например, пятно боли, допустим, вот нарисовать. Например, допустим, там вот боль, да, например, боль. И ее можем нарисовать интуитивно. И вы обнаружите, если вы, например, возьмете даже себя тестировать, или, например, своего родственника, например, нарисуете боль в голове, она получится такая. Нарисуете, например, боль там в спине, она получится такая. Нарисуете боль в ноге, она получится такая. Нарисуете боль там в животе, она вообще такая получилась. Понимаете? Вот величина этих пятен это уже диагностика. Диагностика тех нарушений, тех помех энергетических, которые приводят к болевым ощущениям. Вы так можете задать вопрос, есть ли воспалительный процесс у вас, то есть воспален ли у вас кишечник. И нарисовать вот этот вот интуитивно воспалительный процесс кишечника. Или допустим воспален ли желчный пузырь. Он может у вас нарисоваться меньше. То есть вы увидите уровень воспаления. Например, можете нарисовать, а есть ли помехи между, допустим, мной и моим сыном. Задали вопрос. Интуитивно нарисовали эту помеху. Значит, допустим, я и сын. И можете задать вопрос, а есть ли помехи между мной и моей дочерью. И нарисовать вот такую помеху. Я и дочь. А когда увидим, то получается помеха с дочерью в два раза меньше. Может быть я чем-то сына обидел. Может быть не ответил на него звонок. Может быть еще что-то. Вот этот метод позволяет. Потом может метод позволять препятствия рисовать. То есть это вот между людьми. Можно, например, препятствия. Есть ли препятствия, допустим, в моем трудоустройстве, например, раз оно есть. В чем оно может связано? Не важно в чем. Может в тем, что работы нет по моей специальности. Может быть там возраст и так далее. Мы можем задавать массу вопросов. И на эти вопросы отвечать, рисуя помехи энергетические методом пятен или проведением линий. Как линий, допустим. Когда я выйду замуж. Например, меня там одна девушка спросила, когда я выйду замуж. Я взял вот так вот нарисовал. Значит, один год, два года, три года. И веду линию. Когда она выйдет замуж. Раз, она вот туда вот получилась. То есть в течение трех лет у меня получается не выйдет. На самом деле. Да, может быть и четырех. Другая девушка на этом же семинаре спросила. Когда я, ну не она, на нее показали, сказали, а вот она когда выйдет замуж. У меня раз и остановилась. И все засмеялись. Потому что, когда мы увеличили, получили три месяца. И тогда все засмеялись и сказали, Александр, ну придется вам на ней жениться, чтобы сохранить свое лицо в данном случае. А потом, как мы все удивились-то, когда она через три месяца вышла замуж. Оказывается, у нее уже был парень, жених. Но об этом никому не говорила, чтобы не сглазили. У нее уже было все договорено. И через три месяца она вышла замуж. Вот. Поэтому, таким образом, методом линий. То есть у нас два способа снятия информации. То есть, вот методом рисунка. Методом пятен и методом линий. Видите, эти рисунки это, ну так сказать, ощущение. Вот. И вот у меня сейчас на слайде написано вот помехи. То есть, вот это вот боль, там воспалительный процесс, помехи. Это можно назвать общими словами энергетические помехи. Вот эти энергетические помехи мы определяем методом рисунка. И эти энергетические помехи мы будем устранять. Если понятно, и если вы все готовы, то там ставьте плюсики и переходим уже к практике. А я пока переведу следующие слайды. Вот. Переходим к практике. Значит, поскольку мы с вами это все делаем методом рисунка, мы и защищаться будем методом рисунка. И первое, что мы делаем, мы проводим вот такую защитную сферу рисуем. Или круг. Как вот на слайде. То есть, берем вот такую вот замкнутую линию рисуем и говорим. Вот здесь вот будет объект, с которым мы будем работать. Вот здесь будет сегодня ваша боль, с которой вы будете работать с болью. Здесь будут ваши морщины, с которыми вы будете работать. А где будете вы? Где будет тот, кто работает, да? То есть, наблюдатель, да? Помните, как у этих физиков? Где наблюдаемое, где наблюдатель, где, так сказать, где экстрасенс? Экстрасенс будет вот здесь, за пределами этого круга. И можете себя назвать здесь как угодно. Первая буква вашего имени в кружочке или, значит, написать экстрасенс или написать фигурку. Вы вот здесь. То есть, с этого круга и там, где будет объект, ничего плохое до вас дойти не может. Оно вот, допустим, минус, например, какой-то есть, вот минус. Он не может до вас дойти. Он вот здесь остановится или завернется. Плюс может дойти, там, улыбка. Вот давайте нарисуем такой вот смайлик. Хочет нам подарить улыбку, улыбка до нас дойдет. И от нас помощь тоже туда может доходить. Вот такую мы поставили себе условия, такую мы, так мы поставили себе такую задачу. Вот это понятно. Если понятно, идем дальше. А идем дальше. Берите ручки, карандаши. Сейчас будем рисовать уже по-настоящему, так сказать. Ну, не совсем по-настоящему, но все-таки уже начнем рисовать. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот смотрите, вот морщина. Значит, у нас те, кто будет работать с морщинками, со своими, да, по омоложению лица, вы выберете какое-нибудь место на своем лице. Например, лоб. Или, допустим, носогубное. Или, допустим, там, под глазками. Или, допустим, еще что-то. Какое-нибудь одно место для большего концентрации внимания и энергии всего с этим работы. То есть, и нарисуйте одну морщинку. В виде, там, такой, какой-нибудь вот такой вот колбасы, там, допустим, раз, там, нарисовали такую колбасу. И подписали, допустим, можете подписать морщина. В каком-то месте. Те, у кого боль, значит, у кому нет морщин, у кого что-то ноет, или просто хотят поработать вперед какими-то со своими болячками, вы просто нарисуйте вот этот вот боль. Например, боль в, допустим, спине. Или там ноет и так далее. То есть, вот мы это пока просто нарисовали. А дальше нарисуйте растягивающие стрелки морщину. Стрелки такие нарисуйте. И точно так же нарисуйте растягивающие, распыляющие стрелки, распыляющие боль в разные стороны. Вот так вот нарисуйте. Не обязательно красным, цвет может быть один. Это я так для красоты, собственно, рисую. Вот это понятно, эти рисунки. Но вот здесь вот смотрите морщинки. Я вот вам сейчас боль еще тоже покажу на слайде. А, это шрам. Шрам потом вернемся. Вот боль. То есть, вот эта схема, которую мы сейчас применим с вами для работы, для убирания морщин с лица, для уменьшения и для устранения боли. Если у вас под рукой есть фотоаппарат или зеркальце, сфотографируйте, посмотрите. Потому что минут через 15 будем подводить итоги работы. То есть, результаты будем смотреть. Так. Если вот это понятно, ставьте плюсики и идем дальше. Сейчас уже начинается непосредственно сама практика. Хорошо. Вот. Это, то, что здесь нарисовано, то, что вы нарисовали, это пока еще не практика как таковая. Это просто схема. Это схема. То есть, нарисована колбаса вместо морщинок, нарисовано пятно боли там вместо боли и нарисованы стрелки. Пока здесь ничего волшебного, ничего энергетического, ничего экстрасенсорного нет. Экстрасенсорное начинается вот прямо сейчас. Вот прямо вот с этой секунды. То есть, вы берете и начинаете активно вот так вот растягивать эту морщину. Во все стороны. Кто работает с морщинками. Или распылять вот эту боль тоже во все стороны. Кто работает с болью или с какой-нибудь ноющим. Вот вы буквально минут через 10-15 убедитесь, что вот это уже есть волшебство настоящее. То есть, вот это и есть экстрасенсорное воздействие. Кстати, слово экстрасенсорное воздействие, я даже претендую на его авторство, потому что я его нигде не видел до этого. И в своей книжке первый раз написал. И стал первый раз писать вот в этих своих постах в живом журнале. Потом я его встретил, единственное, где я его еще встретил, в Севойне, Восток-Запад. Там тоже смотрю экстрасенсорное воздействие. Но не претендую на авторство, но по крайней мере, если та группа его тоже использует, ну, значит, мы думаем примерно в одном направлении. Это, образно говоря, радует. Вот. Значит, сколько нужно рисовать? Я вот сейчас поставлю часы на ноль. А у меня как раз там 8 часов. Значит, вот нам 15 минут надо для этой практики. Вот и 15 минут, я не буду 15 минут рисовать, я буду вам дальше рассказывать, на ваши вопросы отвечать. Но нужно вам, вот уже вопрос от Елены появился. Можно ли в одном круге работать параллельно и с морщинами, и с болью? Конечно, можно. Но лучше всего работать вообще с одним чем-то. Для большей концентрации, чтобы больше результат был. То есть, если у вас есть боль, работайте лучше с болью. Бог с ней, с этими морщинами. Если вдруг там, ну, завтра с морщинами поработаете, какие наши годы. И работайте с одним местом. Если у вас две боли, ну, не знаю, например, там, ноет плечо, там, и, допустим, болит спина. Работайте с самой сильной болью. Если вот взяли вот одно место морщины, с ней работайте. Вам же результат нужен будет скоро. Вы хотите его узнать. А если будете работать с этим, с этим, с этим, с этим, как вы, вы никакого результата не добьетесь, вам будет грустно. И скажите, ну, что, то ли не получилось, то ли я не способная, то ли техника не работает, то ли у меня не получилось. Да иди, сегодня самая главная ваша задача получить результат. После получения результата, вы потом наверняка заинтересуетесь этими методами и этой практикой, начнете его применять на практике. И будете добавлять и работать уже потом. Вот. Вот все время вот так вот делайте. Вот я надеюсь, что вы не отвлекались, а все время вот таким образом каждый свое распыляли. Кто морщину растягивал, кто боль распылял. Почему? Потому что это важно. Нам нужно с вами добиться результата. Какой должен быть результат? То есть, вы рисуйте, я говорю. Значит, результат должен был, если боль, она должна стать меньше. Или совсем пропасть. Вот за эти 15 минут. Вы это увидите, эти результаты будут. Если это морщинки, морщинка может быть меньше на это время. То есть, вот действительно меньше. Вы их можете увидеть. Или, допустим, у вас будут ощущения. Пойдет тепло, побегут мурашки. Будет там, ну не знаю, холодок какой-то пойдет. Пойдет ощущение. А вы же не трогаете ничего этого. Вы же не... Ну, это я вот сейчас трогаю лоб. А вы же как бы кусок лба, ну, морщину с лба нарисовали вот здесь. И начинайте дистанционно эту морщину растягивать. На листочке бумаги. Ну, представляете, насколько это парадоксально звучит. Вот я тут смотрю, пока никто не отключается. Наверное, ждет результаты. То ли будут результаты, то ли нет. И правильно делаете. Главное рисовать. Морщинам можно вот такое добавить. То есть, вот разглаживать их еще вот таким образом. То есть, и растягивать, и разглаживать. Сейчас, пока еще не последовало вопросов, я сразу говорю, что вы могли уже полностью зарисовать свой листок. И уже до дыры его прорисовать. Берите другой. Рисуйте снова. Или, если есть место здесь, рисуйте новую морщину. Вот такую. Рисуйте новое пятно боли, кто с болью работает. Вот такое. И тоже начинайте вот таким образом ее растаскивать во все стороны. Морщины растаскиваем и заглаживаем. Боль распыляем во все стороны. Вот это распыление, вот эти стрелки, это первая техника воздействия методом рисунка. Почему? Потому что на самом деле наш мозг, он он же тоже ленивый, по большому счету. То есть, если у нас появилась морщина, он не направляет на него, на эту морщину, нашему мозгу, морщина без разницы. Она его не волнует, не огорчает. Это ананас, как людей, огорчает. Мы хотим выглядеть моложе, красивее и так далее. И когда вот мы таким образом рисуем, мы резервы нашего мозга направляем на это место. Говорим, хватит спать, у тебя резервов полно, так сказать, устраняйте морщины. И даже боль, вот допустим, болит, плечо ноет, но первое время неприятно, а потом, например, уже как-то привык. И уже до такой степени не обращаешь внимания. Вот мы сейчас заставляем наш мозг, заставляем наше тело обращать внимание через рисунок, через вот этот дистанционный рисунок. Вот понятно? Вот смотрите, как бы... Уже пять минут прошло. Вот ответьте мне, пожалуйста, у кого-нибудь появились первые ощущения? То есть вот мурашек, тепла, может быть боль у кого-то прошла. Уже пять минут прошло, уже могут быть первые ощущения. Если появились, напишите, пожалуйста. Остальные дальше, но не то, что остальные, все вместе, вот наберитесь еще терпения, пока нет. Работайте дальше. Значит, наберитесь еще терпения на 10 минут. Вот смотрите, первое ощущение значит у любови. Да, вот я вот пишу первую, значит, ласточку. Спасибо. Можно убирать, конечно, опухоль, или только другими техниками. Но и эти, и этой, как первой. Но в данном случае лучше использовать техники. У меня в базовом курсе еще 20 техник. Значит, во втором уровне там еще 20 техник. Вот. И потом там еще техники причин. То есть, в частности, опухоли лучше всего убирать техникой дробления, которая, ну, как бы, вот следующая идет за вот этим. Это просто почему технику я вам показываю в самом начале. Ее быстро можно обнесить. Вот смотрите, я объяснил за пару минут. 5 минут прошло, у любови уже есть результат. То есть, она ее уже применила. Вот. Если, например, объяснять технику дробления, потребуется минут 10. Да пока вы ее еще, так сказать, образно говоря, впитаете. А это, это сразу, мозгу это сразу понятно. Так. Хорошо. Так, 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 так. Обязательно, да. Значит, закончился один листочек, зарисовали. Берете другой листочек, проводите вот этот круг, снова рисуете морщину или пятно боли и снова убираете. На новом месте рисовать ту же самую боль. Работаем пока с одной болью. Нам нужно результат получить, а не распыляться в разные места, так сказать, там поработали, здесь поработали, что наработали, непонятно. Нам надо с одним справиться. Справимся с одним, последовательно, потом будем справляться с другой. Поэтому, пожалуйста, работайте с одной болью, с одним местом с морщин. То есть, вот, нам нужно дождаться результата, получить результат подтверждающий, и он нам даст силы работать дальше. Если вот кому-то какие-то есть дополнительные вопросы или там уточняющие вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Я на медь с удовольствием отвечу. Так, что там у меня следующее? Такой слайд. Вот, а, значит, откуда морщины-то появились на самом деле? Вот я еще к морщинам вернусь. После 15 минут может боль возвратиться? Моль может, может, может возвратиться, но это зависит от как бы глубины этой боли, да? Она может возвратиться и через месяц, а может вообще не возвратиться. То есть, мы же, когда устраняем боль, мы не ее на самом-то деле устраняем, мы хоть рисуем боль, мы устраняем все равно те причины, ну, пусть пока может быть поверхностные, которые к этой боли привели. То есть, и точно так же, вот мы не сами же морщины устраняем, да, мы устраняем энергетические причины, которые привели к тому, что у нас кожа стала вот такой, не растянутой. поэтому наша работа это на самом деле глубже. Как растащить боль, да, вот рисуем пятно боли, вот она у меня здесь, и растаскиваем ее в разные стороны, очень эффективно и долго рисуем, 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 зарисовали весь листок, нарисовали новое пятно боли, тоже его растаскиваем во все стороны, значит, ну, не меньше 15 минут растаскиваете. То есть, все зависит, конечно, от боли, иногда ее приходится растаскивать и другие более эффективные техники применять и полчаса, и час. Поэтому, но, так сказать, вот такие небольшие, будем так говорить, не такие глубокие боли, значит, мы устраняем и так. Причины, да, но мы убираем их причины. То есть, этот вопрос, он с одной стороны хороший, с другой стороны, я вам его, так сказать, могу обратно парировать. А вы видите причины, вы знаете причины, убирайте. Вот. До этого тоже надо еще дорасти. Вначале, когда мы убираем, в общем-то, следствие, мы все равно касаемся причин. Мы не можем убрать боли, не убрав причины боли. То есть, это просто нонс. Допустим, там, может быть, мы их не уберем полностью, и она как бы снова вернется, но до какой-то степени мы убираем причины. Вот. Хорошо. Так, 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 так. Что у нас сколько прошло? Прошло 10 минут. У нас пока результат только у любови. есть ли у кого-нибудь еще результаты в виде тепла, в виде, так сказать, устранения боли, в виде еще, напишите, пожалуйста, есть ли у кого есть результаты. Так, а я вам дальше еще. А, ну вот, с морщинами хотел рассказать, как получилось. Просто я, когда работал в центре помощи, я в основном как раз боли снимал, там, спины, там, позвоночники, там и так далее. И внутреннее тепло пошло. Хорошо, вот у Тамары, вот у нас второй результат. Спасибо, Тамара, за обратную связь. И ко мне девушка, таролог, обратилась, у нее была глубокая морщина на лбу, чтобы я у нее устранил морщину. Я вот работал таким методом. То есть, этот метод был сконструирован, придуман, ну, так сказать, вот здесь, при всем народе, так сказать. Остальные смотрели и удивлялись. Я сам удивился, когда через полчаса у нее морщина стала менее глубокая. А потом она ко мне приходила и на следующий, когда наши смены совпадали и так далее. И вот, когда это дело пошло, пришла другая, значит, девушка и говорит, ага, с морщиной получается, помогите мне с целлюлитом. Ну, может, боль, бывает иногда, это процентов в десяти случаях только из ста бывает. Иногда бывает как бы усилиться, потом снова вот. Приходит другая девушка, говорит, а мне с целлюлитом помогите, пошло тепло. Хорошо, вот третий результат у нас. Значит, Елена, спасибо за обратную связь. Она говорит, а мне помогите с целлюлитом, у меня целлюлит, так сказать, на попе. И я думаю, как, собственно. И вот, опять же, заставило меня. Я придумал три способа. Первый, растягивать кожу. Второй способ, глубокий массаж, энергетический, конечно, дистанционный. Третий, вот здесь нарисованы пляжки эти, так сказать, устраняете. Что вы думаете, через две недели цилинита не стала, а она больше ничего не делала, муж у нее заметил. Вот. Поэтому, вот таким способом, неожиданным, эти техники появлялись и стали работать. Вот, можно с кожами работать, с раной, с кожей, с ранами, с язвами, так сказать, вот, чтобы они быстрее зарастали. Можно со шрамами работать. Сейчас вам шрамы покажу. Так. Сейчас спрошу, покажу про шрамы. Вот шрамы. Но там надо сужать. То есть, вот смотрите, вот схема шрамов. Там никак морщины не растягивать, а кожу стягивать. и тоже, вот так сказать, шлифовать. То есть, мы на шрамы, опять же, обращаем внимание, рисуем, ну, допустим, шрам на руке или там шрам там на лице. И заставляем энергетически резервы организма, вот, так, Ева пишет, полюс у сына, самой рисовать, или пусть он рисует. Тоже жарко стало у меня. Кожа на лице, у туги как-то. Я свою рожу... Ну, что ж, молодец, Ева, вот у нас четвертый результат, полю сына. Можете и вырисовать, да. Единственное, что когда я как бы посоветовал вам все-таки сначала научиться защищаться самой, хорошо, то есть, вот, первый метод защиты я вам показал, есть еще второй, помехи с полем космоса, с полем земли, научиться работать с потоком, стоить себя в центр потока, тогда вы эффективнее поможете сыну, а самое главное, каких-то энергетических тараканов, которые в это время могут на сыне быть, не перетащите на себе. Это вот методы защиты. Вот, хорошо, значит, у нас пока 4 результата, на самом деле, это неплохое, уже 10% присутствующих на вебинаре, уже получили результат. То есть, вот смотрите, я еще допускаю, что некоторые вообще не рисуют, сидят там, не знаю, просто так сказать, ленятся. У некоторых, некоторым не актуальна боль, например, ничего не болит. У некоторых, например, там тоже не актуальны морщины. То есть, но 10% присутствующих вот на этой практике уже получили результат. Молодцы, спасибо. Рисуйте и дальше. То есть, наша, хотя вот у нас 15 минут прошло, но она, почему? Потому что, вот смотрите, вот тот, кто получил результат, вы что поняли? Вы поняли, что практика, рисунка работает и она работает у вас. То есть, вы это поняли на себе, на своей, так сказать, вот коже, на своей боли. То есть, а дальше уже вам решать, надо ли ее дальше осваивать более эффективно или может быть, ну, работает и работает, да, знаете, как это, ну, немножко проехалась на велосипеде, ну, знаю, что могу научиться, но не хочу на велосипеде учиться. Как бы, да, а некоторые хотят. Самое главное, что мы с вами по целлюлитокартинку, целлюлитокартинку, сейчас, вот он, целлюлит, здесь три, три, три идеи, растянуть кожу, глубокий массаж, энергетический, и раздробить, вот техника дробления, здесь сеточки нарисованы, вот эти бляшки. Ну, это у меня все есть в том вот курсе, описано, который я вам сегодня ближе там к концу, потом предложу вашему вниманию. Вот, значит, слой кожи раны, ну, с кожами тоже как началось, то есть, я, не часто же с ранами встречаешься, но мне просили поработать с трофическими язвами, с трофическими язвами, и у меня семь случаев, положительных, семь, да, вот я, четыре, семь положительных случаев, когда удалось заживить эти язвы, способствовать заживлению, причем язвы долговременные, там, по семь лет, там, по пять лет, и так далее, то есть, у одного дедушки, две были язвы на на ноге, значит, обе зажили, поэтому с язвами тоже работают, но там какая особенность, там надо работать и с кожей, и с кровообращением, и с пролежнями можно работать, то есть, нужно работать с кровообращением, с капиллярным кровообращением, у меня это вот в курсе здоровья, это есть, а сейчас мы с вами в проверке результатов пришли, вот смотрите, четыре человека убедились без проверки результата, что у него результат получился, а вот на самом деле, все-таки какой результат, Вот как это определить? Можно вот этими интуитивными линиями. И вы сейчас у себя проверьте, я некоторых из вас проверю. Вот тот у меня. Вот, например, Лариса, которая сейчас написала чуточку погромче. Лариса, вы работали сейчас с чем-нибудь? Напишите мне, пожалуйста, да или нет. Я чуточку погромче сделал. Нормально сейчас слышно? Лариса, напишите мне, пожалуйста, работали ли вы с чем-нибудь? С морщинами или с болью? Ну, так, слышно хорошо, это отлично. А вопрос мой такой, работали ли вы сейчас? Рисовали ли вы себе? А, только вошла, понятно. Кто работал? Вот Ева, допустим. Ева, напишите, работали ли вы? А, вы уже написали тоже жарко, да? Так, Ева работала. Вы сейчас мне не пишите, какой процент, а я сейчас посмотрю, сколько вы процент наработали. То есть, как проверить результат? Ну, вот боль была, боль прошла, понятно, что результат есть. А если с морщинами? Если он пока еще не наступил? Если он от... Ну, вот. Мы рисуем вот такую вот стрелочку, пишем, ну, палочку пишем 0%. Дальше рисуем вот такую палочку, пишем 100%. Дальше рисуем вот такую вот 50%. И дальше я вот здесь вот ставлю и задаю вопрос, какой результат у Евы? ее энергетической работы сейчас. Вот в течение вот этих вот 15-20 минут. И веду линию. И линия у меня осталась вот здесь. У меня вопрос к Еве. Вы, наверное, не смотрите? Вот вы сами посмотрите. Ну, может быть, к Еве не совсем корректно. Она уже видела мою линию. Вот. Ну, кого там еще, допустим? Ну, кто там у нас еще? Вот Тамара Эл, которого, да? Вот Тамара Эл сейчас. Вижу, говорите. 40% у меня получилось. Я хотел, чтобы вы мне написали, сколько у вас получилось. И мы друг друга проверили. То есть вот те линии, о которых я говорил, как можно снимать информацию, можно вот вы сейчас делайте сами у себя. То есть проверьте себя, насколько вы посмотрели. Вот. И проведите эту линию. То есть поставьте себе вот сюда, на начало. Задайте вопрос, насколько я сейчас сама у себя уменьшила боль. И проведите линию. Интуитивно. Или насколько я сама у себя уменьшила морщинки. То есть результат вашей энергетической работы. Вот эта линия, вот эта, вот она дорогого стоит. То есть потому что остальные все линии, это схема. А вот эта линия, значит, эта линия, это интуитивная линия. Вот эта экстрасенсорная, вот любовь, у нее получилось 40%. Ну давайте получим, посмотрим любовь. Ну вот у меня получилось где-то 45% и любовь. Видите, мы примерно одинаково. Вот. Вот эта линия, ее мы ведем интуитивно. Это интуитивная линия. Это экстрасенсорное снятие информации, как ответ на вопрос. Так, Елена, проверьте меня, пожалуйста. Хорошо, Елена, проверю. Я отвернулся. Напишите мне сейчас там цифру, чтобы я ее не видел и вы меня не видели. То есть вот напишите, Елена, которая только что написала, я отвернулся, я вас не вижу. Зеркальца у меня нет. Так, я вас проверяю. И вы на меня не смотрите, чтобы мы друг друга. Елена. Вот. У меня получилось так, 90. Ага. Нет, это другая Елена. А, из 100%. Ну, то ли я вас недооценил, но у меня получилось 50. Вот. Поэтому в начале практики, когда вы начнете рисовать, мы себя можем или переоценить, или недооценить. И это тоже мы многократно встречались. Поэтому, конечно, лучше учиться, может быть, не самостоятельно, а чтобы кто-то проверял. Проверял вот вашу. Вот. И, например, вот Елена, у нее получилось 100%. Давайте я еще раз постараюсь. Ну, вот 100 у меня никак не получается. Вот максимум, что могу вам поставить 55%. Ольга там, да? Да. Нужен опыт. Ольга. Ну, Ольге 30. А у меня получилось примерно 25%. Ну, мы с Ольгой примерно одинаково сказали. Вот. То есть, вот это интуитивное снятие информации, вот как бы в параметрах таких линиями. Интуитивное снятие. А вот сейчас напишите мне, пожалуйста, вот по крайней мере те четверо, которые рисовали, а может быть и больше которых четырех, которые рисовали. Я об этом вам специально не говорил, чтобы вы это все интуитивно рисовали. Вот. Те, кто рисовали морщинки, вот у вас наверняка первые рисунки в морщинах были вот такие большие, а потом морщинки все меньше рисовались, меньше и меньше. Интуитивно. То же самое. Те, которые рисовали боль, у вас первые пятна боли были большие, а потом все меньше и меньше. Вот. Напишите, пожалуйста, вы столкнулись вот прямо сейчас с этим явлением? Так. Елена Дулатова. Я не видел, сколько у Елены, я сейчас проверю. Сколько у Елены Дулатовой. Вот у меня получилось 40%. У меня так вот, Альфия вот написала, у меня так было с морщинками. То есть, понимаете, это интуитивное снятие, вот видите, Светлана им, да, так и было, то есть, как бы написали, да. То есть, интуитивно, получается, что вы интуитивно, это пятно боли или эти морщинки все меньше и меньше. Это значит, уже процесс пошел энергетически. Может быть, он пока невидимый на ощущениях, может он невидимый там в зеркальце, но он уже пошел. Почему? Вы же себе не трогали, вы сюда, вы не массировали, вы маску не надевали, так сказать. Вот. Большая колбаса превратилась в сосиску. На четвертом схема боли уменьшилась, схема боли уменьшилась и наверняка уменьшилась и сама боль. А у Альфии, когда превратилась в сосиску, наверняка пошло какое-нибудь там мурашки и так далее, то есть, ощущения. Ощущения могут быть и не видны сразу, а ощущения могут быть видны позднее. То есть, допустим, завтра. У меня такое тоже было. Значит, одна женщина говорила на каком-то вебинаре, что мне писала, что нет, 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 нет таких ощущений. И даже расстроилась. А на следующий день прислала мне, значит, письмо, что соседка увидела, что и спросила ее, ты что там, ходишь там в салон какой-то, то есть, у тебя лицо стало свежее и лучше. Вот. Меньше и меньше круги рисует. Так, хорошо. Да, у меня боль, когда растаскивала черточки на вторую рисунку, стали не такими плотными. Хорошо. В общем, мы с вами первую отработали часть, которую я вот вам хотел показать. Сейчас вопрос про энергии. Вот, какой энергией мы это с вами все делали? Какой энергией вы это все делали? Напишите, какие будут ваши варианты. А я пока дальше пролистаю. А, дальше пролистаю. Сейчас у меня вам, значит, минута отдыха, так сказать. Сейчас я вам покажу ролик. Он небольшой, две минуты всего. Так, две минуты. Так, ролик. Посмотрите, я пока помолчу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот уже сейчас, в принципе, все ясно. Я сейчас его останавливаю. Снова включаю презентацию. Вот это, собственно, для демонстрации, да, возможностей. То есть, вот, и наверняка многие из вас умеют работать с погодой. Наверняка многие из вас, значит, растворяли облака какими-то своими, может быть, методами. Вот Александр Литвин описывает в своей книжке «Выше Бога не буду», как он строил дом, значит, у себя, фронтон. И снежная буря шла, и он сейчас понял, что фронтон еще не закончился, и сейчас упадет у него, ветром снесет. И он в отчаянии в бурю бросил ветро с цементом. То есть, и буря не тронула его дом, да. То есть, вот это было воздействие ветра с цементом на эту бурю, а у соседнего дома крыша улетела. То есть, как, так сказать, повезло. Вот. И поэтому, наверняка, из вас многие, там, дождик, так сказать, как-то отодвигали, там, значит, у кого был опыт с погодой работы, ну, напишите, если, так сказать, были. Вот. На самом деле, это может делать каждый человек, если он чуть-чуть умеет, и если он энергетически нормальный, чтобы не разрядиться. Вот. Это, так сказать, ну, такая вот. Вот. Можно работать с корректировкой фигуры этими методами. Можно работать с корректировкой веса этими методами. Значит, и сейчас про энергию. То есть, вот. Я прошу дождик подождать. Ну, вот, смотрите. То есть, разные методы есть. То есть, вот, дождик, дождик, подожди, там, допустим, и так далее, да. Так же, как это бабушки наши говорили, там, с внука вода, как с гуся, с внука худоба, как с гуся вода. Многие такие разные приговоры и так далее. И они каким-то образом тоже направляют нашу энергию. Сейчас про энергию. Потому что вот здесь вот своей энергией написали с помощью вашей энергии, с помощью еще энергии. Но на самом деле мы с вами можем быть или донорами энергетическими, да, вот такими нормальными энергетическими донорами. Или ретрансляторами. То есть, не такими уж сильными донорами. И то есть, вот, когда мы помогаем, не умея работать, или линясь работать, или, так сказать, не привлекая энергию окружающего пространства, мы прямые доноры. То есть, мы там сняли боль у сына и поделились своей энергией полностью, практически на 100%. Вот. Или мы можем быть ретрансляторами. То есть, мы, например, можем уметь привлекать энергию окружающего пространства, энергию потока. И тогда мы там, ну, максимум 10% своей энергии тратим. Тогда мы можем, во-первых, помочь большему количеству людей. Тогда мы можем помочь с большей, так сказать, проблемой человеку, не разрядившись сами. Вот. Поэтому, значит, вот умение с энергией работать, это тоже большое дело. Так. И вот сейчас про энергию молодости в том числе. А, вот про энергию я вам сейчас, ну, буквально кратко расскажу. Вот эта фотография с моего тестирования целительских способностей. Это вот профессор, ой, не профессор, доктор технических наук Розанов, Алексей Львович. Он тестирует прибором прогноз, прибором космической медицины, который был, кстати говоря, на станции Миры. Космонавт-исследователь, врач-исследователь им проводил опыты. Вот этот прибор замеряет электрокожное сопротивление на пальцах рук и ног и дальше диагностирует. То есть, вот. И этот прибор, когда замерил, вот получилась диагностика у этой женщины. Самое плохое состояние энергетическое желудка. Хотя она говорила, что на сердце жаловы. И когда он мне это сказал, я работал с ее желудком. Вот таким способом. Убирал помехи с желудка, убирал причины, которые приводят. В общем, ну, работал, работал и наработал за два этапа. Вот видите, написано. Положительная динамика, значит, полное отсутствие блокированных межрегиональных систем. Меридиональных систем. Это результат работы. То есть, вот прибор, потом, после двух сеансов моей дистанционной работы рисунком, он показал, что, вот видите, вот последний рисунок, вот первый рисунок недалеко провалилось, а следующий, последний рисунок, маленько провалилось. Но я вам хочу обратить внимание вот на эту правую картинку. Так, извините. Тут Хотели меня по скайпу услышать. Надеюсь, что больше не позвонят. Так, значит, а вот этот рисунок, тот же самый рисунок, просто я вот здесь его повешу, чтобы мне было легче рассказывать. Значит, здесь у меня что? Вот динамика функционального состояния специалиста в процессе оздоровляющего сеанса. То есть, моя. У меня был под сердцем прилеплен датчик, который снимал мое, значит, энергетическое состояние, ритмы сердца. И вот первый этап воздействия, а он индекс напряженности, показатель активности регуляторных систем, показатель функциональной нагрузки. И у меня резкое возрастание уровня стресса, прибор показал, перенапряжение регуляторных систем, возрастание функциональной нагрузки. И меня вот этот Розанов предупредил, говорит, вы сильно разрядились, то есть у вас плохое состояние показывает прибор. Я принял меры, поставил себя в поток, защитился, значит, стал аккуратнее работать. И на втором этапе воздействия, плавное увеличение уровня стресса, функциональное напряжение желтое и белое в норме, выраженное снижение функциональной нагрузки. Вот это про энергию, вот это про важность защиты. И мы когда работаем как целители, как экстрасенсы, надо это иметь в виду, надо это учитывать и уметь защищаться. То есть вот первый способ защиты я вам показал, это защитный круг. Вот. Дальше еще следующий способ защиты, это поле космоса, поле Земли, чтобы мы были в поле космоса, поле Земли. И чтобы мы были в центре своего потока. Вот. Идем дальше. И про, ну вот здесь вот просто много отзывов, не буду на них время тратить. Алина, Ирина, Тамара, значит, Ангелина, Ирина, Тамара, значит, ну, практики, что вот там пролежь не убрала, там, воссталение печени убрала, там, выправить позвонок выправила. Вот, Светлана, там, муж не видел, стал видеть. Значит, вот таинственный пилигрим, что это очень хорошая практика, все проникто боком, это и есть пилигрим. Вот, значит, Светлана обучалась экстрасенсорному рисунку, бесценное знание, рекомендую всем практику. Вот та Дарья, значит, 6 лет она у меня назад училась, до сих пор применяет, всем рекомендую. Вот Евгений, так сказать, мой приятель, это первый случай моей работы с лейкемией, у его тестя, у него была лейкемия, и я работал тогда еще не особо умея работать. Ну, вот, результат был, перед тем, как он ко мне обратился, тесть уже не вставал и лежал, отвернувшись к стенке. После этого прожил почти 3 года и вставал, и ездил на машине сам, и на море летал с ногами. Вот, ну, про психологический возраст, можно тоже психологический возраст скорректировать. Иногда взрослый мужик обувает как ребенок, и это иногда мешает его работе. А иногда, наоборот, так сказать, достаточно молодой человек или девушка слишком, так сказать, чувствует себя, там, так сказать, в возрасте. Вот, и сейчас, где это все можно найти на самом деле, да, вот то, что я вам рассказывал. Вот, я вам предлагаю курс экстрасенсорный рисунок, авторский курс, где вот эта техника, она, так сказать, подробно описана. Вот, как этот выглядит курс. Вот, если это в виде файла, то я его распечатал сам, и вот в виде файла это 115 страниц, 40 рисунок для упражнений, для самостоятельной подготовки. Что здесь есть? Вот здесь есть вот начальные техники, да, то есть вот для пробы. Значит, вот здесь есть техника работы с потоком, допустим, да, с рисунками, с картинками. Вот здесь есть техника тоже обстранения помех с полем земли. Вот есть здесь техника дробления, да, это все подробно описано. Здесь есть упражнения. Вот здесь есть техника, вот этот вот, работы с потоком, который тоже я вам сейчас показывал, тот рисунок. Вот есть техника спираль Фабиначи, 20 техник. Вот техника ПИ, цифровая техника. Вот дальше здесь сейчас пойдут помехи в отношениях, там, помехи в браке, в личной жизни, значит, помехи там с женихами, с невестами, то есть как работать с семьей. Вот, вот помехи, так сказать, энергии любви, там, душа, там, тело, сердце. Вот дальше идет техника, например, там, колесо описано подробно. Вот там техника перед этим крестом, да, вот техника крест, так сказать, подробно описано. Значит, вот, да, спасибо, Ирина, за ссылочку. Значит, вот техника кошелек. Сегодня, кстати, техника кошелек, она в подарок. То есть у нас сегодня три подарка. Значит, мастер-класс защита двухчасовой, техника кошелек, она, ну, там, 7 минут ролик, техника кошелек. И техника защита от сглаза, то есть ролик, там, он 30 с чем-то минут. Тем, которые приобретают вот этот курс экстрасенсорный рисунок, они получают в подарок, ну, в течение трех суток оплатят, они получают в подарок вот эти три ролика. Так, вот, значит, как работать уже со здоровьем пошло, в данном случае с позвоночником. Вот как работать с искривлением позвоночника, да, вот как работать, вот мне говорили, капиллярное кровообращение, вот здесь вот палец, там сосуды, с сосудами. Вот те, которые работают с язвами, надо обязательно использовать капиллярное кровообращение. Вот здесь вот как работать с кожей тоже, тот же рисунок подробно описан. Так, вот здесь, там по красоте тоже, вот техники защиты пошли, значит, техника стена, техника, значит, вот там с вирусами как работать, техника фантом, техника защитная. То есть вот много чего здесь описано, и этот я высылаю по почте, то есть по электронной почте, то есть это файл, я его просто распечатал. Вот такой же точно курс аксенсорного рисунка есть в книжном издании, да, то есть вот эта книжка, она 200 страниц, ну, тут просто книжный формат. Вот здесь тоже вот эти вот картинки разные, они стоят одинаково, 3 900. Тот, кто хочет, предпочитает книжный формат, оплатит, напишет мне адрес, и я по почте Бандероль ему отправлю этот в виде книжки, так сказать. Тот, кто хочет такой вариант электронный, значит, на электронную почту отправлю. Есть еще, предлагаю вам, значит, ну, тот, кто заинтересовался и хочет, конечно, это дело изучить, конечно, этот курс нужен, потому что это учебник. Но вам предлагаю еще, вот посмотрите у нас урок, например, ну, хотя бы пробный, первый урок. И вот если кто приобретает вот этот вот курс экстрасенсорного рисунка и пробный урок, то пробный урок идет 50% дешевле. То есть вот сам урок стоит 2 900, а вот если файл или книга и индивидуальный урок, то 5 500. То есть это достаточно выгодное приобретение. Вот сейчас про отключение старости. Вот этот академик Владимир Скулачев, он настоящий академик Российской Академии Наук, и он давно работает, вы посмотрите по интернету, он давно работает с проблемой старения. И он доказал, он это, вот посмотрите ролик, там он есть в интернете, он у Познера выступал с информацией, целый час там рассказывал. Он считает, что это все доказано, что программа включается у человека в старение. И эта программа начинает организм старить. И вот он уже, у него там есть капли от старости, сам он принимает. Идут испытания в Америке, идут испытания в России. Но получается, что, вот посмотрите на этих вот бодреньких дедочков, да, вот им наверняка за 70. И вот они бегут, участвуют в мой марафон, значит, московский клуб, день бега, фото и тортас. И, видимо, они каким-то своим ощущением, может быть, занятием спортом, может быть, каким-то позитивным взглядом на жизнь, может быть, еще каким-то здоровым пофигизмом, ну, так сказать, сохранили бодрость духа, сохранили бодрость энергии, сохранили вот эту молодость, эту, несмотря на то, что они выглядят, да, вот, не 20 лет. Но, я думаю, даже не каждый 20-летний за ними угонится, потому что есть, знаете, такие толстенькие, жирненькие 20-летние, значит, парни, которые и 100 метров не пробежат. Вот. То есть, вот они каким-то образом выключили старость. И вот этот академик с кулачев, и вот эти вот позитивные дедочки, они навели меня на мысль, что, а раз эта программа есть, ее можно отключать, я вот познакомился с Еленой Кузнецовой, вот тоже вас знакомил, смотрите, она ясновидящая, она мастер рейки, она остеопат, профессиональный астролог, сертифицированный тета-хиллер, училась хиропрактика у Агулова, училась у Пугачау, училась у Беликова, училась в Гельштадтс-институте, мастер новых энергий, народный целитель, диплома НИОМ, и успешно освоила мне все уровни экстрасенсорного рисунка. Мы с ней провели практику. Мы посмотрели программу старости у нее, отключили, посмотрели программу старости у меня, отключили. Они, кстати, по-разному выглядят, и по-разному мы мучились, отключая эти программы. И вот дальше получился интересный факт. Это я на себе испытал лично. Вот смотрите, вот еще про программирование. То есть вот то, что мы сейчас с вами занимались, то, что мы делали, это можно назвать программирование рисунком, потому что мы таким образом через рисунок задавали программу. И на самом деле рисунком можно убирать алкоголизм, алкогольную программу, можно убирать пищевую зависимость, можно убирать зависимость от курения. Мне однажды удалось убрать программу смерти, когда девчонка по молодости случайно себя запрограммировала. Вот. И поэтому мы с ней решили вот поработать с нашими программами, в данном случае старости. И что получилось? Получилось так, что я вот, ну, в 16-м году мы там ездили с женой в горки-город, вот покатались эту под Сочи, да, Красная Поляна. Тут я еще полненький. Значит, а в этом году я собирался съездить на Донбай. Меня там звал один приятель, Мурат, ну, я как-то все откладывал, откладывал. Но когда мы убрали программу старости, отключили, мне как в одно место шилоткнули. Я побежал и сразу купил билеты и поехал на Донбай. До этого не ездил. То есть, вот такое, ну, там даже раньше получилось. Я пошел, записался в Кант на лыжах учиться кататься, а потом и на Донбай уехал. Вот такие метаморфозы лично со мной произошли. Поэтому, что вам могу посоветовать? Можете, кому, ну, кто хочет, кто заинтересовался этими, этой техникой и хочет изучить ее, конечно, надо купить учебник. И, может быть, записаться на первый урок. Вот. А может быть, и сделать и то, и другое. Купить пособие и записаться на первый урок, а дальше подумать, идти дальше или не идти дальше. Потому что, вообще-то, у меня есть и пять уроков вместе взятых, ну, как бы двухчасовых, то есть, которые содержат весь этот курс. Вот. И кому нужна помощь, записывайтесь на консультацию. Вот, например, у нас есть индивидуальная консультация, вот с этой Еленой Кузнецовой. Они трех видов. Там, выключаем старость, допустим, или худеем, там, программу «Смотрим худение». И, вот, или «Молодеем морщины». Консультация нашей с ней двух мастеров, Александр Сранник плюс Елена Кузнецова, стоит 4 900. Так что, вот, вам предлагаю. Я, собственно, исчерпал тему своего занятия. Сейчас уже в 9 часов уже у вас будет другой спикер. И поэтому сейчас передаю слово Ирине, слово организаторам, чтобы они ответили на ваши вопросы. Я еще никуда не ухожу. Я еще остаюсь, если вопросы, да, запись уже отвечали, будет. Если, вот. Ну и предлагаю, еще раз напоминаю о подарках. То есть, тот, кто берет любой продукт, и сегодня предлагаем их к нему. Три ролика в подарок. Мастер-класс защита, где базовые техники энергетической защиты методом рисунка подробно рассказаны и показаны. Значит, ролик техника кошелек, где с помощью рисунка можно свой кошелек, так сказать, подправить. Ну и ролик защита от глаза. Вот. Хорошо. Всем спасибо. Если какие-то вопросы прямо есть вот еще сейчас, задавайте. Если нет, то передаю слово, выключаю вот эту вот презентацию, передаю слово Ирине. И всем спасибо. Вам тоже спасибо за, так сказать, то, что вы были с нами. До свидания. Пишите, звоните, записывайтесь на учебу. С бизнесом тоже можно работать. И вот в этом же курсе там есть и как убирать помехи в работе, в трудоустройстве и с бизнесом. Но кратко могу сказать, что с бизнесом надо шире работать. Надо смотреть просто помехи, надо смотреть помехи с партнерами. То есть, как бы вот весь этот спектр проверять. Потому что техника универсальная, можно работать со всем. И главное, работает она сразу. Вы уже сами заметили. А дальше, чем вы ей больше будете заниматься, она работает все лучше и лучше и эффективнее. Вы будете осваивать более интересные, более сильные техники. Вы будете, значит, осваивать работу с потоком, привлекать энергию, большую энергию. И поэтому, так сказать, будет работать лучше. Да, сам спасибо. И вам тоже удачи и радости. До новых встреч. Так, ну что, я выключаюсь. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.